Ну вот, дошли мы до желтой новости. Желтая новость у нас из мира спорта, и, как вы понимаете, речь пойдет о допинге. Да, в общем, один за другим идут скандалы уже с начала этого года, скандалы, которые касаются того, что все больше и большее количество российских спортсменов уличается в употреблении допинга. Какой-то там препарат мельдонии и прочее, и прочее. И это большое количество легкоатлетов, это уже и пловцы, это уже и борцы, это и конькобежцы, и даже замечательная теннисистка Мария Шарапова. Ну, что тут можно сказать? Во-первых, понятное дело, что весь наш спорт еще со времен Советского Союза, равно, как, скажем, и спорт Германской Демократической Республики, держался на допинге. Ради достижения известных политических дивидендов, что мы там самые сильные, самые быстрые и самые высоко взлетевшие, ради всего этого спортсменов наших калечили, сажали на допинг. Долгое время с допингом борьба вообще никакая не велась, поэтому практически вообще все вот эти чемпионаты мира, Олимпийские игры и так далее, в 70-е годы, в 80-е годы, это было практически соревнование химических концернов. То есть кто лучше придумает допинг, которым, соответственно, накачивались эти несчастные спортсмены, вот, и показывали результаты, отращивая невероятные мускулы, приобретая невероятные навыки в плане дыхания, выдержки и прочее. Потом с этим стали бороться. В России явно с этим боролись, мягко говоря, халтурно. То есть, скорее всего, российский антидопинговый комитет в большей степени занимался маскировкой этого самого допинга и обучением тренеров и спортсменов тому, как вот эти вот самые международные антидопинговые правила лучше обходить. Но все-таки нарвались. Нарвались мы на какую-то историю. Почему, не знаю. Думаю, что прав, скорее всего, Владимир Лукин, председатель российского пара Олимпийского комитета, который сказал, что это просто разгильдяйство. На самом деле запретили мельдонию еще какие-то очередные препараты, причем как бы советские еще старые разработки. И опаньки, огромное количество наших спортсменов ухнуло на этих самых свежезапрещенных препаратов. То есть просто, по всей видимости, не прочли их тренеры или спортивные руководители какие-то методички. Или по-английски читать не умели и прошли мимо важных указаний. Опаньки, и осталось только развести руками. Во всей этой истории, ну, тут, в принципе, все более или менее понятно. Дело грязное, дело неприятное. Для нашего российского спорта это, скажем так, пафосно несмываемое пятно позора. Думаю, что теперь на всех российских спортсменов во всех дисциплинах будут посматривать косо, имея в виду все эти допинговые истории. Мне тут интересна и не вполне понятна история Марии Шараповой. Дело в том, что Мария Шарапова, в общем-то, живет в Америке. Имеет огромное состояние кучу американских и тренеров, и адвокатов, и всяких там этих советников, майндеров, адвайзеров и так далее. Вот каким образом она могла угодить в эту антидопинговую западню? Совершенно это мне непонятно. Более того, каким образом Мария Шарапова, опять же, живущая за границей, выступающая индивидуально, а не в какой-то команде, скорее всего, не имеющая никакого или почти никакого отношения к российским тренерам, вот как она стала употреблять этот самый допинг? Мне непонятно. То есть или это просто психология всех российских спортсменов, можно сказать, даже больше русских людей, что без того самого допинга, без пятидесяти грамм для храбрости они не могут шагу шагнуть? Или что это вообще такое? Не очень мне эта история понятна, и надо сказать, что и Марии Шараповой, и всем остальным нашим спортсменам я очень сочувствую, потому что я прекрасно понимаю, что люди подневольные, а можно считать, подопытные, как свинки. А вот что касается до спортивных руководителей, тренеров и так далее, то вот этих гадов надо, конечно, дисквалифицировать из спорта пожизненно.